МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОМИТЕТА СУДОВЫХ ЭКСПЕРТЫЗ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ВОБЛАСТИ Октябрьские признаны лепшим поселком городского типа у Беларуси. Майстер спорта международного класса по самбо Явген Семашкин заявил об завершении спортивной карьеры. Зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня у Беларуси уступил усилу широк изменений. У приватности с 1 листопада денежная новая помер бюджета прожиточного минимума. И он изнизил сейцапер складая 174 рублей 52 копейки. Для процессдольного насельництва крыху больше за 193 рублей. Для пенсионеров и студентов коля 134 и 170 рублей отповедно. Гэта тлумачить тем, что упали цены на городину и садовину подчас яе массовой нарыхтовки. Одночасово змянився и помер минимальных споживецких бюджетов. С 1 листопада гэтэ выплаты выросли у середнием на 6 рублей. Для процессдольного насельництва тепер яны складают амаль 375 рублей. Для студентов коля 280. Гэтэ померы будучи денежать до 31 студеня наступного года. Яшэд на изменение листопада. Повышение померов допомог по догляду дитяти во взросле до 3 годов. Выплата на 1 дитя тепер складая коля 260 рублей. Допомога на другое и наступных дитей амаль 300. На дитя инвалида коля 334 рублёв. Гэтэ помер выплат будучи денежать до 1 лютого 2016 года. Молодые податковые инспекторы Гомельской области знов подтвердили свой высокий профессийный узровень. З 4 представников региона на республиканским конкурсе профессийного майстерства трое стали переможцами и призерами. На працовных местах зыми сустрелись наши корреспонденты. Самая высокая узнагорода на этот раз у Вольги Пинчук з инспекции по податках и сборах по чугуночном районе Гомеля. Диплом первой ступени. У номинации «Лепший державный податковый инспектор по работе с физичными особами». Каже, что эту работу выбрала свя дома после закончения юридичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны. Правда, каптрапить на працу у инспекцию, молодому специалисту пришлось пройти достатково жорсткий отбор. Зараз девчина отримливает другую высшую адукацию. На этот раз экономичную. Але навод с такой подрыхтокой перемогчина конкурсе оказалась непросто. Конкуренция значная, а задания складанные. Конечно, тяжело было заняться, справиться со своим волнением, вспомнить все, что ты знаешь, найти заковырки во всех вопросах и все правильно решить и ответить. Конкурсантам пришлось пройти два этапа. Проча теоретичной письмовой частки, еще и конкурсный тур. Тут именно лоха в себе и своей праце, и демонстрация практичных навыков. Юлия Буракова с Ажлобинского района и Дарья Бородзина с Советского района Гомеля это выпробование пройшли. Но до первого месяца не хватило совсем не шмат. Могчима сказалось хвилевание. Хоть звание призеров так само генеровое. В результате это еще и свечение наявности в коллективах корпоративной единости. Только в этом случае можно стать соправданным профессионалом. Мы справляемся, потому что у нас коллектив тут. Мы работаем все сообща. То есть у нас есть и консультационный отдел, где мы можем посоветоваться, что-то уточнить, спросить. Поэтому вопросов в принципе не возникает. Всю летние перемоги податковых инспекторов с Гомельской области на республиканском конкурсе профессийного майстерства не первые. Ростовники региона каждый год займают прозавые месы. И обовязково привозить хоть один диплом первой ступени. Мясовое керауниство работников, чы профессионализм признаны на такем узроуне, им кнется захвачивать. На приконце месяца Вольгу Пинчук, Дарью Бардзину и Юлию Буракову будут ушановывать подчас проведения областной коллегии податковых инспекций. А про шатаго у них заявился реальный шанс профессийного росту. Бо вселяким разе ранее такие приклады выключением не з'являлися. Андрей Гончароу звание перамужцы на республиканских споборництвах отрымал у 2012-м. Пасля чагу у его профессийной карьеры отбылся значные змены. Когда я участвовал в конкурсе, я участвовал в должности старшего государственного налогого инспектора. После победы в конкурсе я был назначен на должность главного государственного налогого инспектора. И сейчас я работаю в должности заместителя начальника отдела. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Назначены новый начальник управления Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области. Им стал полковник юстиции Иван Сыса. С 1993 года, пасля заканчения Украинской юридичной академии, он працавал у органах прокуратуры. С липеня 2013 года проходит службу у Держкомитете судовых экспертиз. Працавал наместником начальника управления Державного комитета судовых экспертиз. Экспертиз по Могилевской области. В связи с наступлением неустойливого холодного на дворе, якое будет сопроводжаться протяглыми опадками, у ДАИ попередживают об небеспечных дорожных умовах. С сегодняшнего дня на территорию Гомельской области будут оказывать уплыв неустойливые холодные поветранные массы, которые принесут у регион мокрый снег и дожжи. У нашей температуры будет понижаться до отмолвных покашек, тому на дорогах макчимы гололед, ранец и туман. ДАИ закликая автоматоров проявлять повышенную осторожность и увагу. Особое внимание обращать при движении по опасным участкам – это мосты, путепроводы, эстакады, а также закругление дорог, которые наиболее подвержены образованию гололедицы. Кроме этого, необходимо заранее предусмотреть переобувку шин с летних на зимние. До речи неготовность до смены умов на дворе стала причиной большей колькости аварий, які отбылся на минулым тыдні, коли на Гомешине выпав перший снег. За сутки было зарегистровано свыше 80 ДТЗ. Один человек загинул. Инспекторы нагадывают, что умовы на дворе уплывают и на увагу водителям. Приклад недавнего ДТЗ на скрыжевании Рогачевской и Советской в улицу Гомеле. Водитель автомобиля «Сиад» проехал на червоный колер и сутыкнулся с «Субару». От столкновения автомобиль «Сиад» отбросило на тротуар, где он совершил наезд на двух пешеходах. В результате наезда супружеская пара с травмами была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи женщина была пущена домой, а мужчина был госпитализирован. До иных тем, городский поселок Октябрьске в Гомельской области признанный лепшим поселком городского типа у Беларуси. Выне конкурсу «Город культуры» и «Год культуры» подвяли у Галиновым министерстве. Так само переможцами у своих номинациях стали Могилеу, Новополоцк и Лида. Як означали у министерстве, ГТ «Городы» унесли наибольший уклад у развития сферы культуры и туризму нашей краины. При вызначении лепших журы уличывала цікавые проекты, які реализуются у городах, фестивали «Разнастайность экскурсийных маршрутов». И об спорте юные борцы с Беларуси, России и Украины приняли у делу 26-м международным турниры по самбо «Новая Гута-2016». Усяго на споборництвы проехало больше, як 150 спортсменов 2003-2006 годов на Раджэння. А кроме баталий на диванах, турнир запомнился яше и важной подзеей для усяго беларуского спорту. Подробязнастей у Максима Савина. Выхованец Дюшар-Гомельского района, уроженец «Новой Гуты», майстер спорту международного класса по самбо Явген Семачкин завершил карьеру. Ушановались спортсмены подчас церемонии открытия с поборництвом. У першиню Явген вышел на борцовский диван у шесть годов. Такие люди, такие спортсмены рождаются нечасто. И воспитывать таких ребят, находить их крайне сложно. Не бывает так, чтобы просто из рядовых человек без воли, без характера провел себя на больших спортивных аренах. Поэтому характер действительно, закалка характера. И команда, которой он воспитывался спортивно, именно ребята, плеяда, они все бойцы. Карьера Явгена Семачкина как спортсмена протягивалась о мальт три десятки годов. Он оборонял гонор Беларуси на самых престижных стартах. Запашенным опытом Семачкин готовы делиться с молодым поколением. И не выключая подшатку тренерской карьеры. Поколь же протягивает службу в родах Министерства по надзвичайных ситуациях. У коллекции спортсмена медали розных вартостей. Узайва Иваны на першинствах и чемпионатах Европы, этапах Кубка Свету. Не глядя, что на Россы Пузнагород, Явген Семачкин каже, у всех поставленных метал досягнуть не удалось. Не все смог достичь, чего хотел. Всегда к этому стремился, но так, как получается, это спорт. Где-то мы выиграем, где-то проиграем. С недавнего часу предприемство «Гомель-Шпалеров» взяло свое особливое шефство над детящим самбо в Гомельском районе. В основе этого года отбылся первый международный турнир, у организации якого примало правоудел это предприемство. Новый год от 2016 так само проводился на прозы Гомель-Шпалеров. Усягона турнир приехало больше, как 150 спортсменов. Кроме Гомеля и Гомельского района, Беларусь представляли Минск и Бобруйск, Украину, Чарнигов, Россию, Москва, Клинцы и Новозыпков. Страсти на диванах кипели не жартовные. Для многих спортсменов этот старт был дебютным. А проигровать у первой же турнирной схватцы не хочется. Так что перемоги доставались с тяжкостью. Все узнагороды были заслуженными. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працава Олександр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.